Очень много мне задавали вопросов, как сделать линию поддержки на изогнутых ножницах. Вот вам решение. Здесь все достаточно просто. Скажите, что это такое? Как вы думаете? Это лентяйка. Это лентяйка. Браво. Осталось название придумать. Адемс лентяйка. Интересно, лентяйка по-английски как будет? Смысл в том, что здесь есть возможность затачивать слайсеры диаметрами от 190 до 400 миллиметров в диаметре. В процессе заточки парикмахерских ножниц у нас возникает такая проблема. Когда мы выходим на угол заострения, потом делаем движение на заточку конвекса, конвекс делаем, у нас были просьбы сделать ограничение на падение этого конвекса. То есть начинающий, вернее, мастер, он бывает сильно заваливает и стачивает ножницы на ура. И, соответственно, чтобы угол более тщательно сформировать. Вот это как раз такая вот новинка. Включается. Ну и, соответственно, последний. Вот он. Он поднимает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Рад вас всех приветствовать здесь, на втором международном форуме заточного дела «Точки развития» от компании ADEMS, которую мы представляем. Формат этого мероприятия, как и два года назад, который проходил у нас в состоянии ковидной ситуации страны, будет где-то похожим, немного с корректировкой. В этом году мы будем больше представлять оборудование, новинки, рассказывать про какие-то нюансы, которые появились. Будем тоже выслушать от вас какие-то вопросы, накидывать ответы. Второй день будет посвящен мастер-классу платному, на который уже кто-то записывался, кто-то готовился, где Владимир Сидоренков представит класс по работе с грунтерским инструментом. Кто здесь присутствует первый раз? Расскажем, все покажем. Компанию представит Эдуард, потому как здесь большая часть впервые, поэтому будет хорошо рассказать более подробно, кто мы, что мы, передам ему слово. Компания в 90-м году, и основным направлением было тогда заточка бытового инструмента, именно только ножниц каких-то там бытовых. Мы сделали первый станок, но из этого, благодаря обратной связи от наших клиентов, каждый говорил, что нужно, и благодаря этому мы создали вот этот весь парк оборудования. Мы работаем так, чтобы вы, обращаясь в нашу компанию, все, вы уже пришли один раз и больше уже никуда не ходили. Не нужно искать что-то на стороне, поэтому надо дружить с одним качественным партнером, поэтому вот мы для вас такими пытаемся быть. И, надеюсь, успешно. Помимо того, что мы делаем станки для заточки практически любого вида инструмента, который режет, мы обучаем. Обучаем мы не только у себя в Самаре, но и есть видеокурсы, по которым можно все это дело пройти. Я, кстати говоря, мой основной упор в компании – это маркетинг, реклама, развитие. Поэтому, если у кого-то будет вопрос именно по маркетингу, рекламу, продвижению своей мастерской, проходите в течение дня, мы сможем сейчас с удовольствием поделить опытом, расскажу, как продвигать. Всем спасибо, а дальше я передаю слово Владимиру. Я и теоретик, и практик, и, собственно, владелец мастерской. С 2022 года появилась лицензия на право обучать. То есть у меня есть лицензия, и я так предполагаю, что я единственный мастер в России, который имеет лицензию на выдачу товарно-кассового чека. Когда человек к нам приезжает на обучение, он получает все документы, по которым он может отчитаться в налоговой и возместить 13% НДС. Это раз. Второе, когда он покупает по соцконтракту оборудование, то есть мы также предоставляем все документы, он отчитывается. Это два. Ну и, соответственно, лицензия дает право на выдачу свидетельства государственного образца. С прошлого года мы из маленькой мастерской 15 квадратных метров мы переехали в 65 квадратных метров. Вот она, эта мастерская, то есть вот он, этот стол, один из которых мы сюда притащили. То есть здесь есть вытяжка. Станки, маникюрка, парикмахерка. То есть это вот наше решение, это наш пост, который, собственно, находится в нашей Академии Заточки. И, собственно, на нем проходит обучение ученики. Поднимите руки, кто прошел обучение в Академии Заточки. Ну, вот. Это вот люди, которые... Да, молодцы. Вот. Но не все были в этой Академии Заточки. То есть кто-то проходил, когда это было еще на 15 квадратных метрах. Но, тем не менее, то есть у нас 8 рабочих точек. То есть у нас 4 основных стола и дополнительные столы. То есть уже со вспомогательными там фронт плейт. Отдельно стоит Тесар отдельно и Про-2. То есть, а вот таких 4 поста. С 2020 года появились видеокурсы. То есть у нас теперь обучение делится на очное и заочное. То есть это по видеокурсам. Ну, очное обучение – это вот то обучение, которое для тех людей, которые, ну, скажем так, не доверяют теории. То есть они больше как бы все-таки практики приезжают. То есть они все это трогают руками, они разговаривают со мной, я их обучаю. Но после того, как человек уезжает, например, он там, ну, получает оборудование через месяц, или у него не получается мастерскую сразу открыть. То есть это такая вот именно видеокурс – это шпаргалка. Прям мощная шпаргалка, то есть для человека, который, приехав, там, допустим, ну, как бы, точнее, приезжает, обучается очно, уезжает, и там через 3 месяца он просто мне звонит, говорит, я все забыл. Видеокурс. Ну, я просто по телефону это физически не вытяну, не объясню. Он берет этот видеокурс, он прям раз, все, мышечная память, он, как бы, все, спасибо. Там, опять же, в чате поддержки, то есть мы там обмениваемся опытом, и человек все это сразу вспоминает. То есть там видео цепляем какие-то, коротыши, да, там кто-то там другую вентиляцию сделал, кто-то там по-другому что-то как-то настроил, да, там какой-то абразив притащил. Ну, то есть вот это, вот это вот все, оно, как бы, прорабатывается в чате поддержки. Поэтому у нас есть очная и заочная. Ну, как бы все. Вопросы? Вопросы будут, да? Вопросы будут, да? Мы вот эти все новинки, которые мы привезли, это концепты. Это не готовое до конца решение, оно готово примерно что-то на 60%, что-то на 90%, но это еще не готовое торговое предложение, но мы хотим показать, что будет в ближайшее время. Все новости, все новинки, анонсы мы выкладывать будем в телеграм-канал, поэтому, чтобы вам это не пропустить и быть в курсе всех событий, подписывайтесь туда, и, соответственно, будем все это показывать. Итак, что же это такое? В процессе заточки парикмахерских ножниц у нас возникает такая проблема. Когда мы выходим на угол заострения, потом делаем движение на заточку конвекса, конвекс делаем, у нас были просьбы сделать ограничение на вот это, на движение, на падение этого конвекса. То есть начинающий, вернее, мастер, он бывает сильно вот так вот заваливает и там стачивает ножницы на ура. И, соответственно, чтобы угол более тщательно сформировать, необходимо... Как раз вот показываю, допустим, вот стоит сейчас угол здесь 45 градусов, ну, то есть вы мне просто поверите, да, потом подойдете, посмотрите. Вот. И, допустим, я вот этот вот кожух его убираю, ну, то есть вот я его, грубо говоря, отщелкнул, то есть вот видите, он свалился. Все, он опять крутится, и некоторые, когда ставили вот тот же 45 градусов, в момент заточки, так как у нас идет вращение по часовой стрелке абразива, у них начинает, ну, как бы его выкручивать, то есть градус заострения, он начинает изменяться из того, который вы поставили, в более острый. Вот. Сейчас, допустим, вот этот вот, как сказал Эдуард Концепт, то есть вот мы, вот видите, здесь есть такой просвет, и он стоит вот здесь вот на нуле. То есть я его вот защелкиваю, и все, идет полная фиксация. То есть вот, да, все, он не крутится. Вы зафиксировали 45 градусов, ну, опять же, я примерно взял угол, и вы начинаете как бы вот это вот движение, то есть заточки. Все, вы заточили, например, вам необходимо там те же 45 градусов, но для конвекса, то есть уже с этим, то есть вы его от себя, ну, убираете, то есть вот все, у вас пошел фиксация под 45, и дальше движение конвекса. Например, если вы не хотите полный уклон, и вы делаете движение полуконвекс, то есть там, например, отклонение вам необходимо 5-10 градусов, может быть кто-то там 15 градусов, то есть вы его смещаете, например, вот там 5 градусов, 10 градусов, опять мы его возвращаем, и вот у нас идет полуконвекс, но вы уверены в том, что у вас идет смещение всего на те заданные, ну, на тот заданный угол, который вам необходим. Вот это как раз такая вот новинка. Данный манипулятор отличается от предшествующего двумя моментами. Момент номер один – это возможность затачивать классические ножницы с мертвой фиксацией, без возможности какой-то прокрутки, и второй момент – это ограничение проворота при заточке конвекс-поверхности с градацией 5, 10 или 15 градусов. На предыдущий вот этот козер можно или нет? Нет. Вопрос на самом деле интересный, потому что мы над этим будем думать, но вот давайте так, можно вот этот элемент вообще в принципе, он устанавливается в, будем называть так, в тот кронштейн, который имеет место быть. То есть эти элементы, мы пока про это не думали. Давайте так, все вопросы, то есть хороший вопрос на самом деле. Ну, потому что станков много. Да, вопрос хороший, и ребята сейчас тоже слышат, и мы потом рефлексию по итогам вот этого форума проведем у себя, и эти вопросы будем анализировать. Полезная доработка, нам двигаться в этом направлении? Да. Так, ну все, уже получен нам старт, теперь мы все, не зря уже приехали. Спасибо вам. Всем привет, меня зовут Гришка Нольга, я владелец заточных мастерских в Мордовии, в городе Тольятти, и сейчас, скорее всего, весной планируем открыть мастерские в Москве и Московской области. С удовольствием приехала на этот форум, потому что давно знакома с компанией ADEMS, с их станками. Кайфуем от качества станков, от того, как они затачивают инструмент, от того, как проводится обучение. Вообще, в целом, от информационной поддержки, от персонала, от руководителей, с удовольствием сотрудничаем с компанией ADEMS. Надеемся, и в будущем будем сотрудничать. Очень много мне задавали вопросов, как сделать линию поддержки на изогнутых ножницах. Вот вам решение, то есть здесь все достаточно просто. Полотно крепится вот в этот рычаг, оно подпружиненное, и, соответственно, вот здесь вот у нас находится, ну, потом, опять же, вы можете это подойти, посмотреть, потрогать, то есть вот мы заводим абразив и начинаем движение вперед-назад. Ограничитель еще нужно поставить, чтобы не соскочило? Да, здесь есть вот он ограничитель вперед, чтобы с вершины не соскочило, и ограничитель в задней части, то есть находится. Вот. Здесь также будет продумана техника установки круглого абразива и полукруглого, и прямого абразива. Ну, то есть мы как раз над этим будем тоже сейчас смотреть, думать, потому что, вот, допустим, вот эту пятку все-таки по моему техническому восприятию ее бы здесь проработать сначала ровным абразивом, а уже дальше, вот, начало режущей кромки до вершины ее проработать закругленным, потому что круглая на пятке вот здесь вот будет провал. Но это будет тогда не очень круто, но, тем не менее, это очень крутая железяка, которая теперь снимает все вопросы по устранению заусенца, то есть мы раньше там ломали пальцами, кто-то там обдеревает, а кто-то обколенку, там, ну, кто во что, как говорится, гораст. Но мы понимаем, что если мы сюда залазим хоть чем-то, хоть какой-то полировалкой, мы убираем, устраняем режущую кромку в отрицательный угол, и все. То есть ножницы не режут. Хоть обогнитесь их, хоть, ну, то есть это, опять же, только заточка по передней поверхности и только с очень большим заглублением, а это физически мы забираем, ну, ресурс самих ножниц. Это опытный образец или что? Это опытный. Сейчас мы все показываем. Да, это еще не конечный вариант, потому что здесь вот эти вот, вот это вот, все это пластик. Ну, это будет меняться на металл. По поводу абразивов, здесь будет проведена работа по подбору абразивов, раз. То есть, как Владимир сказал, это будет, во-первых, подбор по геометрии самих абразивов, по зерновой. Ну, чтобы они были одинаковые. Чтобы здесь было отверстие, ты два винта крутанул, вытащил, поставил, затянул, все, как бы, следующий, следом, как бы, и под эти, под технику. Ну, вот, да. Вышлифовку делать? Да. Вышлифовку делать можно. Я бы выстреливаю, наверное, можно извернуть. Здесь? Ну, можно. Но вы поймите, просто смотрите, техника, объясню. То есть, вот я, когда его получил на тесты, то здесь вот он делает, допустим, линию поддержки в 0,1 мм. И это, ну, скажем так, этого достаточно, и это быстро. Если ты хочешь 0,2 мм, ты здесь просто умотаешься это делать. Потому что, когда ты берешь полотно, ну, обычное, стандартное, давишь там своим весом тело, как бы, да, висишь на водном камне, ты это делаешь просто за счет прижима. Здесь прижим это вот. Но нам здесь этого и не надо. Нам надо убрать заусенец, который мы не можем никак на него повлиять, не имея вот этой вот приспособленности. То есть, сейчас, вот там, допустим, вот Антон, да, с Марией, там, супругой, приехал. Вот они, у него жена грумер, он приехал. Как раз это их первая задача была, грумерский инструмент. У нее этих изогнутых ножниц там огромное количество. Особенно те, кто там по азиатским схемам работает с тастрижкой собак. У них их очень много. И надо это решение. Вот компания ADEMS решила. То есть, этого достаточно. И вот. Тема прикольная. Ну, я имею в виду, тема рабочая. И здесь, опять же, мы достаем второе полотно. Там вершина будет, ну, обращена вниз. Соответственно, также здесь она подпружинена. И мы все так же это все прорабатываем. Вот. Причем здесь, я думаю, что все абразивы, там, достаточно будет тысячника и трехтысячника. Все. Как бы это вот всего два. Но надо будет понимать вот этот переход от пятки к режущей кромке. Вот поэтому нужен будет плоский абразив и выпуклый. Здравствуйте, меня зовут Юрий Балабанов. Студия заточки Стилец, Санкт-Петербург. Приехал второй раз на второй форум. С первого вынес очень много полезной информации. Сразу ее применил. Заработал много денег. Сейчас приехал за новинками посмотреть, что делается. Уже приметил пару штучек себе полезных. Сейчас буду торговаться, приобретать. Вот. Общее впечатление шикарное. Организация на высшем уровне. Доброжелательная атмосфера. Много коллег. Обмен опытом. Все прекрасно. Я считаю, что все на форум. Скажите, что это такое? Как вы думаете? Это лентяйка. Это лентяйка. Да, это упор для руки, чтобы легче было. Лентяйка, да? Продолжение движения. Движение. Чувствуя. Да. Все. Браво. Осталось название придумать. Поехали дальше. Лентяйка. Лентяйка. Лентяйка такие есть. Адемс лентяйка. Интересно, лентяйка по-английски как будет? Ну, не суть. Ну вот, вся сущность. Вот, вся сущность том, перпендикулярное перемещение относительно виртуальной прямой, либо прямой, которую вы делаете с помощью лазерной указки, там уровня или чего-либо, да? То есть многие приходят и говорят, что вот, ну, как бы рука трясется, двигается туда-сюда, у меня не получается. То есть, естественно, они кого, в первую очередь, обвиняют не самого себя, а... Обучающего мастера. Естественно. Меня, а потом компанию Адемс. Вот. Надо писать. Поктейли не работают. Почему? Вот. Поэтому есть вот такая вот железяка. Она тоже в процессе сейчас будет доработки. Я уже ее проверил, посмотрел, попробовал. Очень удобная, но ее нужно будет чуть-чуть опустить ниже. Ну, чтобы вот все было хорошо. И у вас будет тоже возможность попробовать, посмотреть и накидать также своих пожеланий. Ну да, сегодня, то есть каждый подойдет, попробует. Преимущество ездим по... Вернее, движение осуществляется по одной линии. То есть мы уже ее контролируем, эту линию. То есть есть лазерная указка, есть это. Ну и, соответственно, вам вот эта направляющая не даст уйти ни вперед, ни назад. Вот. Следующее преимущество. Какое, Владимир? А можно вопрос? А можно сделать, чтобы, допустим, регулировать по драмам на руке? Ну вот полиции, да, вот кей, да, правильно? А ты же... Нет, смотри, а ты же ее здесь перемещаешь. То есть ты ее можешь как бы выдвинуть на себя, от себя. Здесь сейчас... А вот ниже, выше. Ну, вот это как раз в процессе доработки, да. Да, это надо будет и как раз вопрос решать. Здесь нужно будет... Нет, здесь нужно будет еще просто, понимаешь, кому-то вот... Он сейчас стоит вот так по диагонали, тебе вот так удобно работать. А я, допустим, привык, ну, если я, например, сейчас себя интерпретирую, я привык вот здесь стоять, да. То есть мне надо, чтобы она вот так ровно стояла. Значит, вот эта вот диагональ, которая вот здесь вот приварена, да, там, железяка, она мне уже не подходит. Мне надо что-то ее решать, либо выравнивать, выпрямлять, там, молотком стучать. Ну, суть заключается в том, что ее сейчас адаптируем, как бы именно уже под любые, скажем так, запросы по прямой, по диагонали, то есть как хочешь. Но сам факт... Да, сам факт того, что вот именно те люди, которые приходят и говорят, что вот у меня там рука как бы двигается в процессе поступательных движений туда-обратно, она идет у него восьмеркой, да, то есть он вот так вот ее двигает. Поэтому это вот оно решение. То есть если вы оцениваете эту конструкцию, не эту конструкцию, а этот подход к заточке как положительно, то есть мы видим этот отзыв, то мы этот элемент дорабатываем. То есть еще раз, сейчас она представлена с точки зрения того, чтобы показать возможности, каким образом можно еще производить заточку, как исключать или минимизировать процесс перемещения вот этого поперечного относительно линии перемещения, поперечного перемещения, чтобы мы не уходили от линии заточки согласно лазерной линейке. Вот. Поэтому вот такая возможность имеется. А далее будем накидывать на нее дополнительные ништяки, которые будут адаптировать эту конструкцию под руку, под возможности, под станки и так далее. Здравствуйте. Меня зовут Рафик. Я из города Москвы. Я являюсь индивидуальным предпринимателем. Значит, у меня есть премиальный сервисный центр. Мы занимаемся там изготовлением ключей, ремонт часов, ремонт телефонов, всяких гаджетов. И мы хотим еще заниматься заточкой бытовых инструментов. Это ножи, ножницы. Поэтому вот я с удовольствием, как только узнал об этом форуме, с удовольствием приехал сюда. Мне все очень-очень понравилось. И здесь выставлено оборудование. Можно подойти, потрогать, использовать. Там есть инструменты, ножи, ножницы можно заточить. То есть, как бы, я вообще пока изучаю эту тему, поэтому мне было очень-очень интересно. И в дальнейшем собираюсь вот в этой теме более глубже углубляться. Вот, хотел бы поблагодарить всех организаторов, в частности, компанию Адамс, все руководство. Огромное им спасибо. Преклоняюсь. Вот, дай вам Бог здоровья, что вот такой вот форум организовали. Вот, конечно, среди профессионалов я новичок. Для меня некоторые слова, некоторые термины дикость. Но, тем не менее, мне очень-очень понравилось. Поэтому я вас очень благодарю. Спасибо большое. Смысл в чем? Смысл в том, что здесь есть возможность затачивать слайсеры диаметрами от 190 до, по-моему, 400 мм в диаметре. Кодовое название у этого приспособления – шарманка. Сейчас вы его видите. Вчера придумали, пока разбирали. Как подходит? А что надо ножницы? Мясорубки. А, кстати, это же раньше было, да? А что, нужно ножницы с мясорубки? Здесь есть элементы, которые позволяют адаптировать слайсерный нож на ось. Есть конуса, на которые можно будет поставить разной геометрии слайсеры. геометрии слайсеры. Мы их фиксируем, опускаем данный элемент в горизонт. Он, по-моему, как раз уже подходит нормально, ты его опускай. Вот, таким вот образом. Вот, фиксируем данный станок. Не станок? Головку. Приспособление, да. Вращается спокойно и на данный момент он находится на неком расстоянии от… Абразива. Абразива, да. В данном приспособлении имеются элементы изменения угла. Вот эта рукоятка отвечает за изменение угла. То есть, вращая ее, я меняю как раз угол заточки слайсера. И есть элемент, который позволяет осуществлять микроподачу данного слайсера, именно режущей кромки, к абразиву в момент заточки. После того, как я подвожу слайсер в кругу абразивному, включаю ручную подачу и осуществляю процесс заточки. Осуществляется музыка, песня. Да, скрипящая, жужжащая, но тем не менее она происходит. Заточка происходит под прямым углом к центру слайсера. И это самый правильный и оптимальный вариант заточки именно слайсера. То есть, не по касательной, да. То есть, получается риска перпендикулярная. То есть, то, что как раз и позволяет все эти колбасы, хамоны, да, сыры и все остальное будет рецепт. Хамоны они не вверх. Ну, у нас есть клиент. А мы специально не нажали. Да, 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 да. Кота. Это для сыра, колбасы, овощей. Такие, футболистые темы. То есть, это реально есть. Просто в этом приспособлении удобство заключается в том, что мы здесь можем менять любой, оставить... Подержи, пожалуйста. Вот, любой ставить абразив. И получается, что мы идем от более крупного... Ну, это 12-4, но здесь можно поставить любую чашку, тарелку, как бы, и там начать, например, со 160 на 125, ну, к примеру, я говорю, да, и закончить там на 20 на 14, что является по гридности, по этим поводным камням, это 1000 грид. Ну, я думаю, что 1000 грид для слайсера это вот за глаза. Ну, слайсер хороший металл, очень хороший металл. И, как бы, у меня вот здесь, ну, не меня, а я еще не вот мой друг поточил ножи на вашем абразиве, который... Ну, по... Три, три штуки меняется, так вот. Джентит. Первая версия Джентит. Да, первая версия Джентит, да. Да, он сделал сам, сделал пиксарку из слайсера, и вот он ввел, то есть, вот отпускает, рукой ведет, кто-то опускает, иск, перехватывает, опять туда же. Ну, конечно, я смеялся, я говорю, Леша, что ты делаешь? А он говорит, ну, по-другому никак. Ну, понятно. Ну, вот решение. Ну, в данном случае вот мы пошли навстречу нашим дорогим, любимым клиентам, мы постарались вот воспроизвести нечто в виде приспособок, который будет облегчать жизнь при заточке слайсера. Вот, а повторюсь, в данном случае у нас представлен концепт, вид его будет чуть-чуть другим, но техническая составляющая, она останется, ну, практически без изменений, то есть, у нас имеется слайсер, который имеет возможность перемещения в двух плоскостях, это подвод к абразиву, причем, и изменение угла наклона. Какая скорость вращения? А вы ее задаете самостоятельно? От тысячи до полутора. Вы не пользуетесь, скорость вращения абразива, а скорость вращения... Как ты рукой будешь крутить? А вот как рукой я буду выразить, так она и будет. То есть, я могу... Есть какие-то рекомендуемые? Пока нет. Не вот так же? Ну, нет, конечно. Но здесь, я объясню, здесь принцип заключается в том, что пока вот подвод сделали, провели, как бы, ну, как перестал абразив касаться, то есть, чуть-чуть еще, и то есть, мы смотрим просто по количеству сколов. А так как мы вращаем что с большой, что с медленной скоростью, у нас, как бы, здесь не нарушается, волны не будет. То есть, он находится все равно в одной поверхности. Он на прижоге говорит. Пережоги, да. А здесь... Это же ты... Ну, все равно, здесь же можно регулировать поджим сразу. То есть, потихонечку. Я думаю, это все будет добиваться опытным путем, и какие-то рекомендации выработаем, когда это доведем, делаем до ума. А вы, если вы, допустим, хотите сами попробовать и понять, вы просто, ну, берете убитые какие-то слайсы, если вам не жалко, и тренируетесь, и приходите к какому-то опыту. Я думаю, это так. Но опытный путем как-то. Опытным путем. Да. А в любом случае, смотрите, как мы скажем, как надо крутить. Допустим, мы скажем 10 метров в секунду. Как вы ее посчитаете? Ну, то есть, это определенная трудность. То есть, это в любом случае... Это, знаете, как есть такой рекомендационный параметр прижима ножниц к водному камню. 2-3 килограмма, да? Ну, вот как их определить? 2-3 килограмма. У меня рука либо вот такая, либо в два раза больше. Ну, вот тяжело. Не, я просто знал вопрос, может быть, не ответил? Да, но это, еще раз повторюсь, все сейчас... Пока нет. Пока это все концепт. Вот когда мы перейдем к серийной продукции, тогда там уже проще будет. А потому что вы контролируете. Вы контролируете весь процесс. То есть, двигатель сам по себе – это вещь, которая работает автономно. Да, они могут идти навстречу друг другу. Где-то надо остановить. Где-то не надо двигаться. Где-то, может быть, поднять. Ну, то есть... Еще один момент, знаете, основная задача, которую лично я ставил вот здесь. Это вот реально, это цена, правильно Володя говорит. То есть, максимально ее упростить. То есть, чем меньше подвижных элементов, тем она проще. Это всегда так. Тем меньше электроэлементов, тем она проще. Она меньше, ну, вероятность сломаться. Нет необходимости избегать какого-то биения, баланса, износа подшипников, дополнительных вкл-выкл. То есть, даже две-три кнопки – это полторы-две тысячи в себестоимости плюсом. Понимаете? Но не каждый готов. Вопрос слайсеров, да? Как у кого-то часто... Я еще добавлю. Смотрите, мы же компания какая, мы же прислушиваемся. Вот мы сейчас сделали первую, да? Мы как раз вам показываем, вы хорошо нам сказали, спасибо. Может быть, мы реализуем этот вопрос. Здесь волны. Волны будет, может быть, может. Волны не будет. Волны не будет. Они зафиксированы жестко. Волны не будет. Я предлагаю общим восстановлением форум проголосовать. Нужен сюда движок или не нужен? Нет. Нет, нет, нет. Ну, можно же написать просто один оборот в секунду. Все, не нужен. Все, забыли. А если не равномерно, у вас, допустим, тоже не будет. Не будет. Еще, смотрите, момент. То есть, данная конструкция обладает определенной жесткостью. Жесткость здесь есть. Вот какая бы это... Да, и поэтому плюсом ко всему, эта жесткость, она изменяется посредством того, что я ее фиксирую. Я фиксирую данный элемент относительно абразива. То есть, у меня слайсер находится в неподвижном состоянии. Вот эта волна подпрыгивания, я просто продемонстрирую, я не могу это сделать. То есть, я это делаю просто усиленно. Но я не смогу его поднять до тех пор, пока не освобожу. И его личного веса хватать будет для того, чтобы просто не отскакивал. От вибрации круга. От вибрации круга. Это как будет скорость. А еще у меня для вас есть хорошая новость. То есть, у кого есть фронт-плейт, приспособление будет подходить к нему или к другому станку. Можно будет купить приспособление и... Поставить на свой фронт-плейт, конечно. Да, да, да. Только фулл-драйв обязательно фиксировать, чтобы он не упал. Он его завалит. Он примерно столько же весит. Он тяжелый. И плюс ко всему, когда вы приподнимаете вот эту халабудину кверху, она будет иметь просто большой рычаг и упадет, как пизанская башня. И все посадочные ответственности все подойдут. Все стандартные. Но компания Адемс не несет ответственности за повреждения, которые можете сами себе нанести. Нет, но есть главный критерий. Да, должен быть затреблен. Все. Да. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я сейчас нахожусь на форуме по заточке второй раз уже, так как он проходит уже второй год. Я являюсь учеником организации Адемс по заточке. Учился я у Владимира. Также я продолжаю заниматься заточкой на их специализированном оборудовании. Все очень нравится. Форум этот очень достойный. Спасибо большое организатору, спасибо большое директорам, так как все очень достойно. Все объясняется, все показывается. Все очень нравится. Очень рекомендую. По поводу новинок я могу сказать, что очень полезные вещи делаются, полезные для нас. Что-то перерабатывается, что-то переделывается. И есть определенно непосредственно прям новинки, да, для ножей слайсеров, допустим, да, для подачи ножей. Очень полезные вещи, которые в дальнейшем пригодятся. И не так, как новичку даже, а так, как и человеку, который давно работает уже в заточном деле. Ему тоже это очень будет полезно. Очень все достойно. Возможность автоматической, полуавтоматической заточки ножевых блоков машины для стрижки волос, как для парикмахерских человеческих, так и для грумерских ножей. Тоже приспособление, которое мы очень долго отмекивали, сделать его, честно скажу. Нас тоже просили, просили. Вот здесь автоматика, о которой мы говорили, в виде электродвигателя, имеет место быть, присутствует. Еще раз повторюсь, это полуавтоматическая версия, потому что вам процесс установки и снятия ножевых блоков. Да, я думаю. Может, мы сейчас ее презентуем, потом покажем, как она будет рвать. Сейчас надо забивать. Еще раз повторюсь, по подъемам вот этой штанги. Ну, ты, да, и ты ее, когда опускаешь, она здесь, кнопка, вот то, что у нас сейчас заело, именно при транспортировке замкнул, да, то есть она ее как раз давит, и у тебя вот включается. Ну, и, соответственно, последний, вот он, он поднимает. Ну, сейчас здесь, опять же, вот эту настройку нужно делать, он ее поднимает от этого. Вот, но я, как бы, вот на нем поработал, и мне, допустим, именно рычагом, там, выключить, как бы, ну, сделать это лучше, там, включил 7 проходок, и просто сам стоишь и смотришь, там, 2-3 проходки прошло, ну, как бы, поднял, все, закончил. А можно вопрос? Да. А какие именно пенажей можно затачивать на этом составляющем? Все. Хорошо, а керамический можно? Нет. Керамика не затачивается на ксидоринге. Сразу косил. Одновременно, да. Не, ну, как бы ты, то есть так ты по одному делаешь, да, ну, ты, как бы, и по одному, ты можешь один сюда заложить, потом второй, как бы, а так ты сразу их по линии вот этими штуками выставил, ну, как тебе необходимо, все, ты его включил, заточил. И, как все-таки, с усилием прижима, почему? С усилием прижима 1,2 килограмма. Ну, это за счет веса. Да, вот эти, вот, 1,2 килограмма. Ну, надо больше, здесь можно груз подвесить, как бы. Я просто противограмм. 1,2 килограмма. Ну, я просто вот своей рукой, допустим, давлю на весы, то есть я понимаю, вот я давлю 1,2 килограмма. Да мы так же тренировались. Все сделали, так же тренировались. Потому что здесь предварительно, ну, там, когда-то были алюминиевые трубки, но мы поняли, что это легко и прижима нет, то есть поставили цельнометаллические, все, они как раз. Это же один из самых лучших вопросов именно в равномерности. Ну, да. Ну, то есть это либо легкий вариант, это вот подручник, как говорится, да, лентяйка, либо более сложный вариант вот этот, но имеется в виду, что здесь уже, да, здесь уже претензионную заточку получаешь, как бы снимаешь и порог. Ну, очень много людей, которые боятся делать вручную заточку, ну, вручную подачу, ну, я, по крайней мере, вот у меня есть ученики. Ну, я говорю, есть люди, которые не хотят это сделать вручную. Вот, пожалуйста, компания «Дэнс». Дмитрий, я из Белоруссии, из города Могилёва. Да, приехал на форум по заточке Пархмаровского вруминского инструмента. Вот. Узнал очень много нового для себя. Вот. Заточкой занимаюсь не так давно, чисто как хобби. Новинки, конечно, меня поразили очень. Я даже не ожидал, что будет столько много новинок. И они очень полезны для, ну, как в сфере заточки, потому что очень мало таких решений на рынке. Поэтому всё, я рад, что приехал. Мы не только умеем делать станки, но ещё и колонки. Кирки. Кирки. Мангалы. А какие вы фармаки шьёте? Фармаки. А мы, кушаем. Да, 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 да. На скуке. От скуки на сервис. Спасибо, что вы дождались. Вы побыли в этот день с нами. К этому дню мы шли долго, готовились. Мы разыграем, здесь у нас новинка. Мы сделали вот такие вот значки. Не знаю, видели вы, не видели. Здесь пять различных значков. Мы сделали их разной партией. То есть каких-то там 10, каких-то там 20, каких-то 30, каких-то 40. Есть уникальные значки, которых не всем достанутся. Есть такие любители, которые собирают всю коллекцию. Да, это магнитики. Значок для холодильника. Да, значок для холодильника. Да, значок для холодильника. Спасибо за уточнение. Спасибо. Первый, всё-таки, мы дарим тысячу рублей. Купон на скидку. Тысячу рублей дарим. То есть сегодня можно объединять купон тысячу рублей на два комплекта значков. Себе и другу. Представьте, и завтра, нет, в следующем году продать его в два раза дороже. Итак, Саш, давай первый купон тысячу рублей. Напускай. А этот купон на обучение? Когда угодно. 39. 39. Есть у кого-то? Вот. Первый счастливчик сразу, с первого раза попали. Удачу не нужно проверять. Удачу нужно просто… Так, держи, держи. Второй купон, у нас два купона. Вторую тысячу рублей. Раз, два, пять. И… 26. Ну, вы не зря остались. Удали и всё-таки тысячу рублей. Супер. Угу, ага. Разыгрываем фартук. Уу-у-у-у. У-у-у-у! И-а-а. Итак, давай, Саш. 28. 28. Да ладно! И номер двадцать восемь забирает фартук Дорышев. Какой размер? Маленький? Польшой? Не знаю. Я шестой у нас. Вот сейчас первый раз. Вот этот фартук. Примеряем. Примеряем. И без куртки надо. Маленький. Не снимай. Если кому-то понравился фартук, можно его приобрести на нашем сайте. А он уже выцвевший. Ему уже несколько лет. Давай за Володин фартук. Своё? Нет, за Володин фартук я предлагаю объявить аукцион. Все деньги передадим сиротам в благотворительный фонд. Если хотите. То есть не нам, не Володе, а все деньги перечислим при вас сейчас в любой благотворительный фонд. Так, разыгрываем. Кепку. 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 И так. Давай. Раз, два, три. Опа, шестнадцать. Ура! Супер. Кто у нас любит музыку? Музыку. Я думаю, вы сейчас должны запрос послать просто туда. Музыку. Так, подожди, подожди. Саш, не торопись. Музыку, музыку. Не торопись. Им надо запрос отправить. Не торопись. Пауза. Пауза. Музыка, это же хорошая. Саш, давай. Саш, не торопись. Жалко музыку. Подожди. Давай. Разыгрывайся. Папаш! Нет, прошу. 25! Все. Есть, да, нет. Вау! Я, вот, зрители музыки, поздравляю вас! Сначала коробочку. А музыку вам надо. Поздравляю. АПЛОДИСМЕНТЫ ПАВЕРБЕНК 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 10 000 миллиампер часов КСЯОМИ Бренд хороший, качественный Александр, прошу. 59! 59! 59! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все. АПЛОДИСМЕНТЫ Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Любители поесть мясо на нашем классном мангале. Кстати, овощи тоже можно сделать. А я тоже. И рыбу тоже. Есть любители рыбы, овощей? ХОЛДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А какой у вас номерок, чтобы мы знали? Друг Светланы. Скажи, в хамече Светланы. А соль мне ценноцент пошел. А зачем мангал пишет в бурок? Да, да. Забирай сам. Забири ты сами. Вот я когда использовал этот мангал, знаете, когда здесь костер горит, угли в темноте светятся, очень красивый логотип. Вот теперь у вас у кого-то будет, опять будет 16, нет? 33! Вот почему-то не хлопали, как мангал, вы знаете. Фартук, фартук, давай, фартук, фартук. Размером он соответствует. Номер, номер. Кстати, подтвердите. Номер? Есть контакт. Поздравляем. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Спасибо. Итак, вот наша гордость. Коллекционные магнитики, значки. Они очень красивые и очень остроумные. Для ценителей. Это просто не просто значки, это вот... Мне очень нравятся вот эти вещи. Да, и... Кстати говоря, вот такие значки можно отдавать клиентам. Это вот часть маркетинга, когда вы, может быть, заказом, там, еще что-то, что-то заключаете. Может быть, вы будем продавать там на сайте, там, где горы. А молния передача, почему? А это чтобы это было? Я попустил. Не запихай, у морских, там нет молнии, там просто... Так, кому нужны значки, у вас есть время отправить туда посыл. Ну... Итак, Александр должен выпасть правильный номер. Молодцы. Номер 20. Вот так вот. Молодцы. Поздравляю. Ваша. 2, 3, 4. Коллекция переходит. В какой город? Соликамск. Там есть коллекция значков по темпу. Ой, отлично. Скажите, пожалуйста, было что-то полезное, что вы здесь сегодня получили? Конечно. Мы хотим... Мы вот думаем вообще, в принципе, проводить такие форматы. Поехали. Да? Приедете в Самару на Волгу. Да ладно, в Самару. Зачем за мной, ребят? В Самаре, когда пришли. Ну, рядом, давайте так, между одним и вторым. Мы паркуруем. Зачем? Ну, есть Мустрюковские озера. Да. Федоровские луга. Все по ханшую. В телеграм-канале мы запустим голосование, где проводить, в какой месяц. Вы вот проголосуете, большинство наберет, там и организуем. Просто все делаем для вас. Стараемся. Спасибо вам, что пришли. Спасибо. Спасибо, ребят. Инску. Все здорово. Спасибо. Спасибо.